Добрый день! Сегодняшняя тема – исламская архитектура. Исламская архитектура начинается в VII веке н.э. и продолжает строиться до сих пор. Географически тоже имеет огромный разброс от Испании на западе, куда она пришла через Северную Африку, и до Индии на Востоке. Поэтому я на обложку поставила не конкретное здание, а некий собирательный образ. Это иллюстрация к сказке «Маленький мук» художника Антона Ломаева. И вот эта исламская архитектура, атмосфера волшебной арабской сказки. Чем же отличается эта архитектура? Можно ли вообще как-то объединить эти XIII веков и огромную географию? Во-первых, это купола, и много куполов. Купола, как правило, в исламе кругленькие с вытянутым верхом, хотя бывают и многогранные, бывают более вытянутые, менее вытянутые. И куполов много. Купола используются не только в религиозных зданиях, как в христианстве. Но, может быть, еще в европейском мире купола начинают использоваться в каких-то крупных учреждениях. И то уже в новое новейшее время. Ислам использует купола везде. Это могут быть и дворцы, это могут быть вороты, это могут быть любые помещения. Здесь на картинке видно, что куполов прям много-много-много-много-много-много-много-много куполов. Вторая вещь, которая очень ярко отличает исламскую архитектуру, это минореты. Минореты это очень тонкие башни, которые предназначены для того, чтобы туда мог подняться один человек, который будет с этого минорета читать молитву или делать какие-то объявления. Минореты могут быть тоже самой разной формы, это зависит от географии, от времени, от местных влияний. Но, как правило, они имеют наверху какую-то площадку удобную для того, чтобы с нее говорить, или читать, или петь. И очень часто они имеют промежуточные балкончики. Хотя это уже абсолютно необязательно. Опять-таки форма может быть любая. Но зато миноретов, как правило, много. Если у христианских церквей колокольня одна, ну или две башни у готических соборов, то миноретов может быть пять, шесть и больше. Более того, миноретами также могут быть украшены и нерелигиозные здания, могут быть украшены и ворота, и учреждения. Дворцы реже, но государственные учреждения очень просто украшаются миноретами. Поэтому восточный город, он такой вот с кучей тонких башен. И третье, что отличает исламскую архитектуру, это то, что эта архитектура сформировалась в жарких, очень жарких странах. И поэтому очень нужен тенек и ветерок. Поэтому там возникает вот такая вот архитектура залов на свежем воздухе, без стен, в которых могли проходить и пиры, и собрания, и совещания, и молитвы, все что угодно. Которые, конечно, тоже имеют лес колонн, потому что иначе крышу не удержишь. Но перекрытия, как правило, делаются из каменных арок. И форма этих арок тоже может быть очень разнообразная. Но, как правило, в исламе арки используются вот такие, то есть почти циркульные, но с вытянутым верхом. Опять-таки, это не обязательно. Эта арка может быть усложнена дополнительной кучей арок. Она может быть более вытянутая, менее вытянутая. Но арк, именно делаются арки. Вот эти вот аркады, в которых можно отдыхать и быть в тенечке. Это такая типовая мечеть исламской архитектуры, когда у нас с вами есть купола или один, или три купола. Центральный вход с большой аркой. Аркада для тенька, где можно общаться, отдыхать, просто встречаться или тоже молиться. И минареты. И вот из этих трех элементов собирается огромное многообразие всякой исламской архитектуры. Больше куполов, меньше куполов, симметричные, несимметричные, дворцы, госучреждения, купола, минареты и много аркад для тень. Вот, например, это университет. У него есть и купола, и минареты, и огромная арка на входе. И богато украшено все это орнаментами. Орнаменты уже, конечно, сильно меняются от времени, от технологии, от географии. Вот, к примеру, современная мечеть. Здесь арки чуть больше, чем круг. Но это не современная придумка. Вот такого типа арки тоже встречаются в исламской архитектуре, где-то как раз на западе в Испании. Есть и такие арки. То есть это может быть все, что угодно. И вот современная мечеть. Она строится примерно в тех же традициях, те же купола, те же минареты, те же аркады и галереи для тенька. И возникает вот такой вот образ волшебного восточного города. Спасибо за внимание.